Утро десятого дня я начал еще раньше. Встал в пять, вышел в пол шестого, потому что планирую выехать в 9 Батуми. Можно видеть последствия вчерашнего урагана, но уже дали свет и жизнь потихонечку налаживается. Вот последствия разрешения и придется наверное сказать одно слово по поводу собак Грузии, которые со мной буквально каждый день. Вот сегодня это пятеро четвероногих друзей, которые следуют за мной и играются по пути. Как вы уже понимаете, стихия не позволила мне сегодня искупаться в минеральных водах. Это знак быстрее ехать в Батуми. Выехал по Ржоми-Батуми ехать четыре с половиной часа. Примерно опоздал, поэтому сижу на последнем месте. Восемь лар. Дорогое подорожное кафе. Буквально 20 минут назад я бродил по Батуми, как котенок заброшенный, не знал где мне что. И вот я встретил Софию, Софию и ее подружку Ино, и Тамара, и Карина. Карина, которая меня подстригла, как бог. Лучший парикмахер теперь я знаю в Батуми, который в Грузии. И они мне уже организовали номер, я уверен, там все будет хорошо. Очень даже хорошо. Я поселился, прибыл в Батуми, 60 лари, отличная хозяйка. Наслаждаюсь видами Батуми. Сразу видно, что это курортный город, дорогой, но очень красивый. Будем изучать, а в 9 часов пойдем на представление дельфинов. Кстати, покататься с дельфинами можно за 40 долларов. Разукрашенный яркими летними красками пристал передо мной Батуми. Отдыхающему здесь стараются создать все условия. Тут я встретил современника Пушкина, показал свой класс игры на барабане уличным музыкантам. Правда, чуть его не порвал. Это что, 3D-ник, да? Да. Летом в Батуми много танцев, музыки, любви, активного отдыха. Город преображается с наступлением заката. Линия горизонта окарашивается в ярко-желтые цвета. И даже скульптура Али и Нино начинает двигаться друг к другу навстречу немного по-другому, иначе, чем днем. И, конечно, знаменитое шоу дельфинов в Батуми, вечернее. Эти большие рыбки умеют завести толпу. Предпоследний день моего путешествия в Батуми я нахожусь. Прошел очень продуктивно. Я успел посмотреть старый город, побывать на представлении дельфинов, позагорать на пляже, покупаться. Завтра у меня по планам рафтинг с утра. Опять же, все варианты возникают неожиданно. Я уже шел домой, решил вернуться попить кофе и встретил по пути милых девушек и парней, с которыми мы увидимся завтра в 40 километрах от Батуми. Продолжение следует...